Мне захотелось кричать, настолько меня, блять, всё это заебало. Не вздохнуть, не пёрнуть, одна проблема за другой. Охуенно, кинчик сняли, нихуя, блять, не скажешь. Здарова, братаны, вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы в рамках хэллоуинского марафона продолжаем проходить бесконечную резню. Так что, погнали! Лена продолжала говорить, и кажется, я потихоньку начал въезжать. Кто был всё это время с нами в шахте? Кто убил Славю и повесил Алису? С кем мы с Машей встретились в шахте? И кто после всего этого пришёл к нам в шахте на помощь на самом деле? Тот монстр, который всё это сделал, был не настоящей Леной. С нами была ненастоящая Лена всё это время. Я... я пыталась её остановить. Ни хрена себе! Говорила Лена, чуть не плача. Когда она напала на Славю, а потом... А потом я увидела их. Ульяны, Ульяны повсюду. Они окружили поляну со всех сторон. Продолжила свой рассказ Лена. Их красные глаза смотрели на меня из-за кустов. В то время, как копия меня издевалась над трупом Слави. Она уже хотела было разобраться и со мной, сказав, что я не достойна носить её имя, что я слабая и беспомощная маленькая девочка, которая не может признаться в своих чувствах тому, кого люблю. И поэтому не заслуживаю жизни. Но тут подошли вы с Ольгой Дмитриевной, и они отступили. Все они, как будто ими кто-то управлял. Возможно, у этих тварей на тебя особые планы, поэтому ты ещё жив. Ничего не могу понять. Особые планы на меня? Да что я им такого сделал? В то время, пока вы отвлеклись на происходящее, я побежала в столовую, чтобы предупредить остальных, но нашла там только электроника. Я попыталась поговорить с ним, сказала предупредить Алису, так как если это существо состоит полностью из моих самых худших мыслей, то она может быть следующей жертвой. Но этот болван не поверил мне. И где он теперь? Где? Нигде. Он мёртв. Как и Алиса, как и Ольга Дмитриевна. Никто меня никогда не слушает. Я предупреждала его не доверять мне, если я вдруг объявлюсь внезапно. Рассказала про то, что видела своими глазами. Но ведь я со странностями, правда? Вдруг девочка Леночка сошла с ума. Давайте не будем слушать её бредню. Казалось, что сейчас у неё пойдёт пена изо рта. Она напоминала мне Шурика. Два дня назад он был точно в таком же состоянии, в котором Лена находилась сейчас. Тем временем Ульяна оказалась... Ульяна, казалось, скоро прорвутся в наш корпус. Я пыталась найти Семёна, чтобы вместе с ним выбраться из Савёнка. И нашла его у старого лагеря. Но это был совершенно не тот Семён, которого я знала. Он был другим, безумным. Как мой двойник. Или ещё хуже. Вокруг него стояла толпа Ульян. Кажется, он им говорил что-то, но я стояла достаточно далеко и не могла разобрать слов. Потом он оказал в сторону остановки, и эти существа побежали за ним. А другой Лене он, кажется, поручил присмотреть за тобой. Лена показала пальцем на меня, и, наконец, мне всё стало ясно. Этим... Этими Ульянками... Этим Ульянкам и не нужны остальные люди, находящиеся в медблоке. Им нужен я. Они пришли за мной. И если я пойду с ними дальше, то подвергну опасности жизни остальных. И главное, Маше. Вот почему я до сих пор жил. Да, они изрядно побили меня. Разодрали кожу до мяса. Но не прокусили сонную артерию. Хотя могли бы, у них было... Тыси... У них был... Тысяча и один способ, чтобы убить меня. Но их целью было лишь ослабить моё тело. Мой дух. Да, возможно, они слегка переборщили, но свою миссию выполнили. Выходит, это ты тогда в шахте пришла к нам на помощь. Теперь всё казалось более ясным. Да. А что стало с той... Другой Леной? Я... Я убила её. Да... В тихом амуте черти водятся. Хотя она столько всего повидала. Такой исход, пожалуй, был бы логичным. Ульянки уже практически разбили окно. Женя и Виола пытались привести Машу в чувство, но это не помогало. Блять, естественно, она в ёбаной коме! Это ни хрена не поможет. Нужен адреналин. Она подошла к... С каким-то шприцом к Маше И силой вколола ей между груди шприц с веществом. Ты чё творишь, дура? Мне хотелось задушить её, но потом... Помогаю спящей красавице проснуться, придурок! Недовольно сказала Лена Венов из-за пазухи тот самый столовый нож. Не зная, откуда она взяла адреналин, но это помогло. А что? Где я? Маша очнулась. Я не мог поверить своим глазам. Лена была права. Адреналин действительно помог ей. Выходит, зря я накинулся на неё. Маша, ты жива? А я уже и не надеялся. Моей радости не было предела. Я... я... Кажется, у неё было много вопросов, но Лена оборвала её речь. Лебезничать будете потом, пора выбираться отсюда. Ну а что если... Пыталась возразить Женя, но Лена перебила и её. Либо мы останемся здесь и будем ждать, пока нас сожрут заживо. Либо умрём, пытаясь выжить. Пожалуй, это логичное решение. Больше с Леной никто спорить не стал. Наша команда подошла к потайному люку, и я решил, что пора им сказать. Я остаюсь здесь. Что? Хором сказали все присутствующие. Но ты не можешь, они же убьют тебя. Сквозь слёзы произнесла Маша. Пока я буду с вами... Пока я буду с вами. Вы в опасности. Помнишь, там в шахте я сказал, что ты будешь жить? Мне жутко не хотелось прощаться, но в душе я чувствовал, что так будет правильней. Да. Так вот. Ты будешь жить. Маша почти спустилась вниз. Я дал ей свой фонарик. И с этими словами закрыл крышку люка. Лена, кажется, пожелала мне удачи. Это последнее, что донеслось из глубины тоннеля. У Ленки уже выломали двери и окна. Я смотрел на них, а не на меня. Теперь я готов принять свою судьбу. Эти чудовища шептали имя моего сценарного персонажа, но обращались явно ко мне. Семен! Они уже прорвались в медблок и почти подошли ко мне, как вдруг я услышал знакомый голос, который кричал в париметрах от меня. Идите сюда, твари! Ну кто следующий, ублюдки? Я вам всем отомщу! Голос становился все отчетливее, и зомби обернулись на него. В комнате стало невыносимо душно, несмотря на то, что шел дождь. А на улице, я так посмотрю, там вообще солнце ебашит. Я чувствовал запах протухшего паленого мяса. И закрыл глаза, не зная, что будет дальше. А когда открыл, то увидел повсюду тлеющие трупы ульянок. А среди комнаты стоял человек в пионерской форме. Было темно, и я не мог разглядеть его лица. Волосы были взъерошены, а в руках у него был огнемет или что-то очень на него похожее. Наконец, человек вышел из тени, и им оказался Шурик. Я не мог поверить! Но где? Где он пропадал все эти два дня? Что делал? Слишком много безответных вопросов кружились в моей голове. Ну что, сучки, я же говорил, что вернусь! Молодец! Глава пятая. Финал. Часть первая. Так, а где все? Женя и остальные? Немного отойдя от увиденного, я наконец нашелся, что ответить. Они ушли отсюда по подземному тоннелю. Похоже, ему явно не понравились новости, которые он услышал. Что? По тоннелю? Я правильно тебя понял, Семен? Они направились в столовую? На лицо Шурика смешались одновременно возмущение, злость и безысходность. Неужели они не могли подождать меня? Знаешь, тебе не было, блять, два дня. Да потом еще и армия зомби нагрянула. Чего им еще оставалось? Кажется, мои слова образумили его от дальнейших нападок в мою сторону. Да, ты прав. Вы же не могли знать всего заранее. Что именно он имеет в виду? Чё ты хочешь этим сказать, Шурик? Если Женя, Виола и Мику доберутся до столовой, то считай, что они покойники. Мне захотелось кричать. Настолько меня, блять, все это заебало. Не вздохнуть, не пернуть. Одна проблема за другой. Охуенно, кинчик сняли. Нихуя! Блять, не скажешь. Да нахуй все, блять, сил моих больше нет находиться в этом ебаном лагере. Да чтоб вы все провалились, твари. Руки тряслись, голова не соображала. Я хотел было побежать к люку и прыгнуть за ними. Но Шурик меня остановил. Слушай, если мы пойдем за ними, то никак не сможем им помочь. Эти катакомбы слишком запутаны. И без фонарика ты заблудишься. В его словах была доля истины. И что ты тогда предлагаешь? Кажется, у Санька явно был план. Для начала уйти отсюда. Пока не подоспела остальная партия ходячей мертвечины. Я невольно улыбнулся. Слава мертвечины звучала как ветчина. И я почему-то представлял, как Шурик отрезает от мертвого тела кусок и кладет его на хлеб. Фу, блять. Бррр. Жуть какая. Но забавно. Хорошо. Что дальше? Похоже, у него был план. Увидишь. На удивление весело произнес Шурик. Я быстро оделся, срезал бинты, где раны уже более-менее зажели. В итоге лесо и шея остались свободными от бинтов и я стал видеть гораздо лучше. А остальное наполовину закрылось пионерской формой. Мы быстро вышли из здания медблока и направились в сторону кибернетического кружка. Походу решили срезать через лес, чтобы нас не заметили зомбари. Шурик достаточно хорошо знал план лагеря. И в принципе мы добрались практически без проблем. Пара ульянок все равно встретилась на пути. Но особой помехой, благодаря симпровизированному огнемету, они не послужили. Заходи. Сказал Шурик, открыв дверь кибернетического кружка. Я вошел в помещение. В углах с сетчатым узаром висела паутина. На вещах из стола лежал легкий слой пыли, ввиду того, что людей тут давненько уже не было. В воздухе пахло стружкой, бутербродами с колбасой и свежим железом. На полу стоял мешок из-под сахара. Но сахара в нем не было. Шурик подошел к столу и достал огромный ватман с точно намеченным планом лагеря совенок. «Семен, иди сюда!» Он подозвал меня к столу с ватманом. «Значит так, у нас будет всего полчаса, прежде чем Женя, Мику и Виола доберутся до места. Запомни, сейчас большая часть Ульян находится у старого лагеря. Но они скоро пойдут в столовую, так как думают, что и ты тоже там. Эти твари идут на запах, понимаешь? Их глаза в основном ничего четко не видят. Но если они почуют твою плоть, то операция будет сорванной и умрем мы все. Поэтому побрызгайся этим». Шурик кинул мне бутылку с опрыскивателем. Я брызгался содержимым и от меня стало пахнуть, как от протухшей рыбы, которую выблевала крыса, прожившая всю жизнь в канализации словом, как от тех Ульян. «Отлично, теперь я могу находиться в безопасности среди этих зомбарей». «Эээ, не совсем». «Просто это позволит тебе быть несколько более незаметным первое время. Но сражаться все равно придется». «Я знаю, что сейчас у тебя не лучшее состояние. Поэтому держи». Он кинул мне какие-то таблетки. На них было написано «Анальгетик». «Что это?» «Более утоляющее». «От это было, кстати, ибо все тело невыносимо болело. После всех этих приключений в шахте и побега от армии Ульян. Я распаковал упаковку и вынул из пачки четыре таблетки круглой формы. Вода-то найдется? Или слюнями запивать?» «Вроде в комнате моделирования был, кажется, компот». Я посмотрел влево и увидел дверь. На ней была надпись «Комната моделирования». Но краска уже потаскнела и слезлась в некоторых местах. Так что буквы можно было разглядеть с особым трудом. Открыв дверь, я вошел в небольшое помещение. Там находились различные журналы по авиаконструкции. Резьбе по металлу, выжигание по дереву и многое другое. На небольшой тумбочке стояла бутылка с содержимым ярко-алого цвета. Видимо, об этой бутылке и говорил Шурик. «А переспросить у него на всякий случай?» «Может, это какой-то химикат и тебе пизда сейчас будет. А, дебил». Я открыл бутылку и опрокинул ее содержимое себе в рот. Кажется, это был клюквенный морс. Утолив жажду и запив анальгетик, мне заметно полегчало. А Шурик в это время над чем-то усердно трудился в коморке. Откуда летели искры, и мне стало интересно, что он там делает. Я попытался подойти ближе, но... «Нет, не подходи! Тебя может задеть, а я еще не закончил сборку!» Послышалось из-за двери. Решив не спорить с Шуриком, я сел на стол в главном зале и стал ожидать. Через десять минут он позвал меня в коморку. Я вошел и увидел небольшой верстак, на котором лежала ткань, которая явно закрывала нечто объемное. «Ну что, Семен?» Шурик взял за уголок тряпки и откинул ее. «Ты готов к битве?» «Ты готов к битве?» На верстаке лежали различные орудия, которые хорошо подходят для рубки мышечных связок и сухожилий. А также различные стреляющие орудия, сделанные, кажется, на основе гвозди забивного пистолета. «Словом, полный комплект для борьбы против исчадий ада». «Я выбираю дрожьбу!» «Кажется, прикол Шурик не оценил». «Чё?» Удивленно оставился на меня Шурик. «Ну, бензопилу в смысле!» «Вот теперь он понял. Чувствую себя серьезным Сэмом». «Хорошо, тогда я возьму остальное». «Мало ли что может случиться». После чего Санёк сунул за пазуху два... Гвоздометных УЗИ. Взял два небольших топорика и засунул их в импровизированный пояс, походящий на кобуру. На шею повесил сумку, которая проходила через плечо. В ней явно что-то было, но мне он это не показал. «Теперь, Семён, слушай внимательно!» «Как я уже и говорил, у нас есть полчаса на всё про всё. Поэтому делай всё в точности, как я говорю. И ничего не перепутай. Это важно! Сейчас ты должен будешь пойти в сторону старого лагеря. Там в лесу есть небольшой выступ, который уходит в старое бомбоубежище. После того, как ты проникнешь туда, отодвинь шкаф. И найдёшь там люк, вмурованный в стену. В шкафу есть керка. Разломай ей стены и найдёшь люк. Когда откроешь его, возьмёшь оттуда старую мину. Она уже не работает, поэтому с тобой всё будет в порядке. Откуда он знает, что в ёбаной стене есть ёбаная мина? Мину нужно будет закрепить на крыше старого лагеря именно там зарождаются эти твари. И не понимал, что именно он имел в виду, когда сказал, что ульянки зарождаются в старом лагере. В смысле зарождаются? А вот в каком именно смысле, мы узнаем уже в следующий раз. Но сегодня на этом будем заканчивать. Так что всем спасибо за просмотр. Ну и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова